Аномальная зона в Хакасии. Все чаще люди идут в лес и пропадают без вести. Доходная смерть в Саиногорске проводить покойного в последний путь можно только за деньги. Зыбкая красота в Абакане красноярские мастера начали в изведение песчаных фигур. В лесах Хакасии вновь ищут человека. На этот раз спасательная операция развернута в Орджоникидзовском районе. В тайге потерялся житель Шира Гончаров Игорь Витальевич, 65-го года рождения. Мужчина ушел в тайгу еще 12 августа. До настоящего времени его так и не нашли. На вид потерявшемуся 50-55 лет. Рост метр семьдесят, среднего телосложения, волосы русые, глаза карие. Был одет в серую куртку синего цвета, брюки черные, сланцы. А буквально накануне завершились поиски бабушки с внучкой из Аала Катанов Аскизского района. 14 августа они отправились за ягодой и грибами и заблудились. Телефона с собой не было, поэтому пришлось самим искать дорогу из леса и надеяться на спасателей. Между тем, полицейские, кинологи, волонтеры вышли на маршрут только 17-го числа. Именно в этот день поступил сигнал о пропаже людей. До этого времени члены семьи потерявшихся предполагали, что грибники гостят у родственников, поэтому не волновались. Продержаться в тайге женщине с ребенком удалось благодаря спичкам. Находили сухие ветки, жгли костры, жарили грибы, питались ягодой. Более того, грибникам удалось самим выбраться из леса, но уже на территории Устебаканского района. Там попросили помощи у местных жителей, были доставлены в больницу. Добавим, с начала лета сообщения о пропаже людей в тайге поступают регулярно. Только в августе в лесах республики потерялось 5 человек. Из них благополучно вернулись домой пока только трое. Поиски еще двоих продолжаются. Там, где ездили автомобили, сегодня плавают лодки. В Устебаканском районе затоплены гектары земли. Причина потопа, по словам специалистов, дожди. Из-за них поднялся уровень Енисея и других рек, а Саяно-Шушинская ГЭС значительно увеличила сбросы воды. Прогноз паводковой ситуации в материале Константина Кравцова. Тот, кто заготавливал эти рулоны сена, вряд ли мог представить, что в итоге получится подобная абстракция. О подтоплении в прошлом году мало кто думал. Сегодня же поле под Устебаканом вполне может похвастаться голубой гладью и рыбаками в лодках, несмотря на то, что до ближайшей реки Енисея отсюда несколько километров. Александр Петрович сегодня сидит с удочкой не там, где обычно, говорит, самое клёвое место. Скрыла вода. Машины аж там отъездят, дорога. Значит, затопило всё. Вплотную вода подошла и к Устебаканской дамбе. Тут же дома сельчан. Впрочем, люди к подобной картине, похоже, относятся спокойно, а кто-то даже философски. Кто, я знаю, что может быть. Я не знаю, что Господь даст, то и будет. Вот. Мы уже не за что не переживаем. У нас тут всё нормально будет, я так считаю. У нас в основном от снега зависит повадок с Саян. А от дождей тут мало. Если аномальные дожди будут, тогда вот так. Впрочем, действительно большая вода бывала в этих местах. В июне 69-го затопило столицу Хакасии и окрестности. Страшный поток вмиг разрушил защитные дамбы, поглотив сотни домов. Сегодня же специалисты успокаивают. Несмотря на то, что Саяно-Шушенское водохранилище значительно растёт из-за ливней в Туе. Станция сбрасывает 5000 кубометров воды в секунду. Но что касается Устебакана, запас уровня ещё имеется. На сегодняшний день уровень 241-41 метров БС. До критического уровня ещё 2 метра. 243-40 критический уровень. Поэтому, в принципе, запас хороший. Почему так наполнилось водохранилище? Ну, осадки. Стоит добавить, синоптики прогнозируют, что дожди в верховьях Енисея, в Туве, со дня на день закончатся и уровень рек расти перестанет. Для беспокойства нет причин. Во всяком случае, пока. Константин Кравцов, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. Тема безопасности, только касающейся энергетики, стала главной и на встрече руководства республики и абаканских электрических сетей. Виктор Зимин сегодня побывал на предприятии. По многим показателям, оно входит в число лучших в сибирском регионе. Сейчас завершаются работы по подготовке городского энергохозяйства к зиме. Инвестиционная программа 33 миллиона рублей выполнена уже на 90%. Что касается энергобезопасности, сейчас она на порядок выше, чем 4 года назад, после аварии на Саряно-Шушенской ГЭС. На случай чрезвычайной ситуации в абаканских электросетях приобретены дизель-генераторы, которые могут обеспечить энергоснабжение социально важных объектов. Очень интересно посмотреть на ваше техническое оснащение. Оно действительно отвечает самым современным требованиям. Особенно меня радует мобильность вашего реагирования. Саиногорский морг сдирает деньги за бесплатные услуги. Похороны в городе Металлургов превратили в весьма успешный бизнес. Наживаются на чужом горе сегодня, как выяснилось, не только частные конторы. Наши корреспонденты провели собственное расследование. Специальный репортаж Ольги Стельмах и Антона Новожилова. Дырявые носилки, грязь и полное безразличие к чужому горе. Картина, которую сегодня Людмила Зеленкова забыть не может. Ее муж умер вечером 30 июня. Саиногорск праздновал День молодежи. Видимо, поэтому дозвониться в морг у женщины не вышло. Дежурный санитар в ответ скинул СМС. Я в кинотеатре. Мы все-таки дозвонились мне. Он ответил нам так, что мы ночью не вывозим. Ждите до 7 утра. Тело пролежало в душной квартире 12 часов. Это оказалось далеко не самое ужасное. Умершего человека на глазах у родственников кинули на дырявые носилки. Сын едва успел накрыть тело отца. На скотомогильник возят скотину эту. Носилки лучшие. Привезли в этом пододеяльнике. У него рост длинный. Положили. Голова болтается с носилок. Пододеяльник тянет на это, чтобы закрыть голову. Ноги открытые. Потом меня несколько оттолкнуло. Говорит, уходи, не смотри на это. Не церемонис прямо на рабочем месте. Плату санитар взял по полной. За доставку покойного 1750 рублей. В Саиногорске пристанище для умерших два. Патологоанатомическое отделение. Сюда привозят тех, кто умер на больничной койке. И судебно-медицинская экспертиза. Здесь осматривают тех, кто ушел из жизни вне стен больницы. В оба здания журналистов не пустили даже на порог. Перевозят нормальные все. Убирают, убирают. Я уже сказал, я вообще разговариваю. Вот такие вещи. Разрешения нет. Мне главный врач не дал разрешение. Подготовить умершего к погребению, помыть, одеть, вынести в зал прощания. По закону эти процедуры оплачивает бюджет. Для близких покойного они бесплатны. При условии, если это делает морг. Но в Саногорске таких услуг нет. Все через частную контору. Чтобы сделать заказ, далеко ходить не надо. Ритуал-сервис в 100 метрах от морга. Под видом родственников умершего, якобы ознакомиться с прайс-листом, с диктофоном в кармане, заходим в морг. У нас все бесплатно. А ритуальную службу там уже узнавайте. Они там моют, одевают, что там гробы, кресты. Это все ритуальная служба. Ну как ритуальная служба? Санитар этим занимаемся? А все заказано через ритуальную службу. Парадокс. Деньги берет частник за одного покойника. Как минимум 6 тысяч рублей. А всю работу, вряд ли безвозмездно, выполняет сотрудник морга. Который, по сути, должен делать это бесплатно. Причем, где горем убитым родственникам можно расстаться с круглой суммой, всегда подскажут. Общаться с нами в морге отказались и во второй раз. Заведующие в отпуске, а исполняющие обязанности некая Ольга Анатольевна занята. Между тем, о приезде журналистов узнали быстро. Практически сразу объявился участковый. Такая оперативность и заинтересованность правоохранительных органов подозрительна. Еще одна попытка все же встретиться с Ольгой Анатольевной прошла без камер. Начальник морга приняла нас весьма гостеприимно. Сначала пряталась в своем кабинете, а когда один из сотрудников неожиданно отомкнул затворницу, в бешенстве хлопнуло дверью так, что нашей съемочной группе пришлось прервать работу. Мне по руке прилетело сильно. Вызывать скорую не стали. Городская больница находится буквально в двух шагах с подозрением на перелом кисти. Нас отправляют на рентген. Как заусенец, вдруг трещина. Повторный снимок повреждения кости не подтвердил. Ушиб. Дальше этим эпизодом займутся правоохранительные органы. Между тем, несмотря на самый разгар рабочего дня, заведующая моргом уехала домой. Панический страх от общения с журналистами, не зная даже темы беседы. Пожалуй, причины на это более чем серьезные. Ведь сайногорским моргом уже не раз интересовалась прокуратура. Последний случай год назад. Был установлен случай незаконного взимания денежных средств санитарам городского морга. В том числе за подготовку тела к погребению санитарам морга, допустившего нарушение. Было наложено дисциплинарное взыскание. С тех пор, утверждают сайногорцы, ничего не изменилось. Ритуальные вымогатели действуют сообща. Они в такой степени обнаглевшие там, что с ними никакого права на них нет. Они никого не боятся, они никому не подчиняются, они сами себе. Похоронный бизнес приносит реальную прибыль. Поймать же за руку сложно. Пострадавшие от такого грабежа зачастую никуда не обращаются. Просто не до этого. А люди, которые не прочь поживиться на чужом горе, чувствуют себя безнаказанно. Смерть по-прежнему остается доходной статьей медицинского бизнеса. Ольга Стельмах, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. В центре Абакана обнаружили снаряды. Сделал находку на территории бывшей войсковой части по улице Перятинская 13-летний мальчик. Из четырех боеприпасов два он принес домой. Родители предприимчивого подростка сразу же решили отвезти снаряды в полицию. Однако не довезли. На ближайшей автозаправочной станции опасный груз положили к мусорному баку и сообщили охраннику. На место сразу же прибыли сотрудники полиции. Находку обследовал сапер. Боеприпасы оказались не опасными. В них не было взрывчатого вещества. По данному факту проводится проверка. 27 единиц военной техники получили на вооружение сотрудники МЧС и противопожарной службы Хакасии. Расстояние, которое преодолели машины от базы Минобороны в Красноярском крае до Абакана, составило полтысячи километров. Такие подарки со стороны военных обусловлены тем, что Министерство обороны России обновляет автомобильный парк. Кермами в ведении спасателей Хакасии были переданы бензовозы. Скоро их направят в районы на подмогу добровольным пожарным командам. Здесь технику переоборудуют в цистерны, которые пригодятся для тушения огня в отдаленных селах. Кстати, эти машины не единственные, которые Минобороны передаст спасателям Хакасии. До конца года из Ачинска в республику прибудут полевые кухни, цистерны для воды. Транспорт, как и в этот раз, будут перегонять сами сотрудники МЧС и пожарные. Работу выполнили громаднейшую. Трудностей было много для того, чтобы совершить почти 500-километровый марш. Естественно, нужны были большие физические затраты личного состава на подготовку данной техники. В центре Абакана не убирают мусор. К нам в редакцию обратились жители одной из многоэтажек по улице Щетинкина. В их дворе детская площадка, газоны и прилегающая к дому территория периодически напоминают свалку. Кто должен следить за порядком, выяснила наша съемочная группа. Сквер с детской площадкой на улице Щетинкина – любимое место отдыха местных мам и малышей. С недавнего времени эту точку облюбовали отдыхающие постарше. Время, по всей видимости, проводят весело. Рядом с детскими качелями валяются бутылки из-под спиртного, окурки, пивные стаканы. Дома уже старые. Единственная площадка новая, недавно поставленная. Но проблема в том, что у нас центр города, лавочки. И по выходным очень часто люди отдыхают. Отдыхают, соответственно, выпивают, курят и мусорят здесь же на этой площадке. Чаще всего после выходных, поскольку сейчас еще каникулы, и молодежь гуляет часто, поэтому бывает и в будние дни. Но его не убирают, поэтому он накапливается, накапливается. Первым делом жильцы обратились в обслуживающую компанию ЖУ-5, но там лишь разводят руками. По их словам, свою территорию они исправно подметают. Просто в связи с изменением в законодательстве дворовые территории перемежевали в сторону уменьшения. Теперь придомовая площадь рассчитывается, исходя из размера дома и количества квартир. Как правило, это асфальтированная площадка вокруг дома. Обслуживание скверов жильцы теперь не оплачивают. У нас как бы вот эта вот часть, а дальше это все не наше. Вот эта девятиэтажка, это тоже идет. Оно получается, что у нас вот эти вот все скверы, они городская площадь. Как нам пояснили в управлении коммунального хозяйства Абакана, после нового вмежевания в ведении администрации города действительно перешла часть придомовых территорий, убирать которые теперь входит в обязанности спецавтобазы ЖКХ. Сейчас определяется новый режим работы для муниципальных дворников и регулярность, с которой они должны наводить порядок в скверах. Что касается домов по улице Щетинкина 40-42, то здесь станет чисто в ближайшие дни. Как долго продержится порядок, зависит от горожан. Олеся Калинченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. В Абакане полным ходом идет подготовка ко дню города. У зданий администрации сегодня уменьшили площадь автостоянки. Здесь будут возводить песчаные скульптуры. Строительный материал около 40 губометров привезли из Черногорского карьера. Красноярские скульпторы, известные не только в России, но и за рубежом, высоко оценили качество нашего песка. В нем есть глина, которая дает возможность хорошо утрамбовать форму. Более того, материал быстро затвердевает. Это красноярские мастера знают по опыту позапрошлого года, когда лепили фигуры тоже на день Абакана. Вновь полюбоваться на песчаные произведения искусства можно будет в ближайшую субботу. Днем у зданий администрации в рамках фестиваля «Легенды города» разместят 4 двухметровых скульптуры. Каких пока тайна. Пятая фигура будет сделана наполовину. Будем проводить мастер-класс. То есть каждый желающий подойти к нам, посмотреть, поинтересоваться, как это делается. Мы также можем дать инструменты и попробовать какие-то детали вырезать на этой скульптуре. К этому часу у меня все новости. Напомним, завтра на канале «Россия-1» в 10 часов 30 минут в прямом эфире пройдут политические дебаты кандидатов на пост главы Хакассии. Не пропустите. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин